Ага! Я вспомнил, что, блин, витруган. Что это там? Скажите мне, я скажу. F9 это загрузка. Так, ладно, мью-ху! Что это? Ух ты! Кто тебя завалил? Сейчас, секунду, по-моему, по-моему, по-моему. Вот так. Немножко громковато слишком. Я, когда идет стрельба или тот диалог, вообще не слышал. И если вы обратили внимание, в какой-то серии я говорил, ю-ху, всем привет, с вами юнота, там сказал, слушай сюда, я слышал химеру. И это было прикольно. Так, сейчас мы идем к Ною. Поныть к Ною, да? Хм. Да, это самая лучшая шутка, которую я смог придумать. Слушай, теперь понимаете, насколько все плохо. Ага. Френдли? Ребята, вы френдли? Вроде френдли. Ну ладно. Нет, надо с этим бегать. Хотя по нему нифига не видно, да? У Ноя есть какой-то артефакт. Че, нафига я к нему бегу? Компас получите? Да, компас. И просто отдать его правильному человеку. По идее, артефакт компаса поможет выбраться из любой аномалии. А я не помню, компас мне нужен будет до последней миссии или нет. То есть, по идее, есть на стадике аномалия. И к ней надо подойти с последним этим детектором и компасом. О, господи! Свои, свои! Можно? Привет. Это я, я, я! Пусти оружие. Ты кто такой? Сталкер, уже виделись? Не помню. Ладно, что тебе? Мне нужен артефакт компаса. Не знаешь, где его искать? Это барахло? Когда мутанты попрут их из всех щелей, он тебе не поможет. На, забирай. И проваливай. Благодарю. Проваливай! Где компас? Вот он, компас. О, отстань! Редкий артефакт. В последний раз его находили месяц назад. Обладает способом показывать разрыв в аномальных полях. Говорят, с его помощью можно без малейшего риска пройти мимо самых сложных аномалий. Однако, очень мало кто знает, что с ним. Как с ним обращаться? Я вот не помню, компас нужно сдать сейчас или сдать потом. Проваливай! Пуш-то самым лучшим детектором? Кому-то его дать надо. Так, есть тот самый компас, что нужен бороде. Артефакт, который дал мной, и тот есть компас, который нужен султанам. Ну, султанам я работать не буду. Я все-таки за сталкеров топлю, а не за бандитов. Бандиты вообще себя не очень хорошо показали. Че, я сейчас с фонарем бегаю? А! А я бы вот с фонарем вот эту фигню бы не увидел. Гранат нету. Давай, давай. Я вижу тебя. А так вообще нет. А так вижу. Ха-ха. Че, неприятно, а дурак? Да-да-ж. Че же делать с компасом? Сохранить его или использовать? Я просто не помню. По квесту его можно... Капец, у меня выносливость просто в ноль уходит. Привет, брат. О, господи. Че ты тут оружие на меня тычешь? Ну, типа, привет. Ну, здорово. Не хочешь заработать на поиске артефактов? Я нашел компас. Дружище, вот это ты мне выручил. Все, считай, доверие одного влиятельного заказчика у нас в кармане. Ходили слухи, что султан хочет подмять под себя мой бизнес. Так султан ждет заслуженный... Так его... Так султана ждет заслуженный облом. Вот, держи. Твоя более чем заслуженная награда. Компас задания. Компас узнать, где компас. Не буду врать. Он либо нужен, либо нет, не знаю. О! Костижение, свой парень. Это оно здесь... Вот здесь и статистика, да? Да. Я сыщик, друг сталкеров. Охотник на мутантов, свой парень. Нет, нет, ну пацаны, подожди, я аж чисто не понял. Будет чего интересного, заходи. У-у-у-у. Есть работа? Больше работы нет. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Да че ты топчешься? Если есть что, выкладывай. Нет, проваливай. А че это за броня? Прям военная какая-то. Чистое небо Блин, слушайте, классно Но патронов здесь более чем достаточно Лишних брать не надо Эти есть Все делают перемочить, подствольки То есть можешь собрать любое оружие себе Да не платить Иди, иди, нечего тебе тут делать Да, наплевать мне на выброс Привет, брат Ты может отойдешь, нет? Косолапый друг Здравствуй, сталкер Так, вот сейчас, когда он там в рот побежит Ну, удачи тебе Ну-ка, они помрут или не помрут? Нет, ничего интересного Давай, делайте выбросы Я хочу быстрее Я хочу их в лут забрать Лут убегает, ребята Что-что происходит там? Какого вообще творится? Спасибо за субтитры ROIDA Болгия Россия Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Девушки Центрnehmer Центр叩из rocket Совет единственной Готово В А.Семкин Б silent Ты Субтит капец часа стрельба кто кого непонятно давай давай я хочу посмотреть что будет итак это выброс от первого лица мы будем наблюдать что происходит и как все эти сталкеры сдохнут давай уже выброс давай выбрасывайся офигеть Пора собереть лут. Конечно, столько умерло это жесть. Хотя ладно, тут ничего полезного не будет. Ладно, пошлите на Юпитер. Мне говорят, можно сдать тоже. Сердце лазится. Ну, по-моему, он неплохой. На, давайте сдадим. Чего уж умерло. Просто сейчас мы пойдем на... Этут, как... Скажите мне, я скажу. Припять, и там надо будет найти инструменты. А, мы же еще здесь сегодня зашарили. Не оружие-то! Опусти, опусти! Отпусти, отпусти! Пошлите, отвезем вам. Сердце лазится. Усталость вообще. Чего я вкачал что-нибудь вкачал? Жмур валяется. Ну, в смысле, пёс жмур. Ну, это зоны, они могут умирать. Этот камень похож на труп. Каждый раз хочу его золотать. Пошли, пёс жмур. 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 Привет! Что особо в Чензо? Что это такое? Это не считая того, что я сконструировал. Пожалуй, не совру, если скажу, что это один из лучших защитных комплектов для Зоны. Ты ведь и сам его носишь, верно? Согласись, легкий, подвижный. Не ограничивает обрань-жилет. Вполне солидный, согласись. Так, все, извините. Тут я готовлю... готовую армейскую модель использую. А вот защиту от аномалий воздействия сделал собственными руками. Жаль, только была в те времена очень серьезная проблема с материалами. Сидели в прямом смысле слова. А сидели в прямом смысле слова посреди болота. Впрочем, ерунда. Поставить пару заплаток и будет как в фантастических романах. Благо, нужный материал у меня в полный склад. Какие модификации движения ты можешь сделать? Как видишь, у нас здесь научный комплекс. Значит, запасных частей для бронежилетов, ни для оружия здесь не найдешь. Впрочем, залатать броню я могу... В общем, ничего ты сделать не можешь. Хотя говорили, что какие-то пару уникальных вещей может сделать. О каких я так и не понял. Ладно, слышите, ребята, вот вам может было руль с багрити. Здравствуйте, здравствуйте. Я... Оазис. Я нашел Оазис. Неужели? Так он действительно существует. Не сточите меня в фамони верующий, но надеюсь, вы принесли что-нибудь оттуда. Вот что-то там нашел. Похоже на артефакт. Давай же его сюда скорее. Держи. Да, это потрясающе. Необходимо его изучить, и как можно скорее. Ах, да, вот ваш гонорар. Вот он. Спасибо за нахуй. Что вы делаете? Все, и его поместят куда-то. А, подходите. Что у вас? Куда ты его положил? Вот барыгул. Ох, ты ж как тебя и крючат-то. А, ну вот только велес, бла-бла-бла, бла-бла-бла, ничего полезного. Но нужна помощь. Понимаете, в данный момент мы собираем новый тип образцов. Сами по сей они аномальными проявлениями не отличаются. Но эксперименты с ними дают просто сногсшибательный результат. Продолжайте. Недавно наша исследовательская группа, она состоит из местных сталкеров, обнаружила пси-поля с весьма и весьма необычными свойствами. Согласно результатам проведенных замеров, главная особенность этого фольга не постоянность, а переменный характер. Давай к сути, что же сделать? Сталкер, обнаруживающий пси-поле, утверждает, что там находится логово мутантов. Но какой же мутант, не считая... А, зоня, что же я не пасла мутантов, классно. Но какой же мутант, не считая контролера, способен выжить в переменном пси-поле? Впрочем, с мутантами я надеюсь управятся наши сталкеры. К сожалению, регулярное воздействие аномальных полей снизило общую сопротивляемость отряда к онным. Именно поэтому нам нужны вы. Вы хотите, чтобы я влез в неизвестное пси-поле и достал оттуда образец, который может... Может вообще и там и не быть. А если он есть, то... Как он выглядит? Вы сами знаете. А чёрт не то. Именно. Вы предельно чётко сформировали свою задачу. Понимаете, это очень важно как для науки в целом, так и для нашей группы в частности. Если у вас есть какое-то сомнение, отправляйтесь к Озёрскому. Он проведёт необходимые анализы, которые помогут определить уровень вашей сопротивляемости в силе действия. Кроме того, порасспрашивайте наших сталкеров. Они подробно расскажут вам всё, что знают. Так, вы соглашаетесь помочь науки? Да. Отлично. Погореть Стополевым. Кто из вас Стополев? Озёрский. Я хотел бы проверить свою сопротивляемость в пси-поле. Значит, вас Герман ко мне послал. Хорошо. Попытаюсь объяснить популярность. Для того, чтобы проанализировать вашу сопротивляемость в пси-воздействии, мне понадобятся горы, аппаратуры и горы исследования. А здесь, в моём распоряжении, немного больше полевого исследовательского набора. То есть, это невозможно. Главное, не переживайте, ведь речь идёт... Не идёт о полном анализе. Для удовлетворения наших текущих нужд, достаточно будет оценить реакцию ваших нейтронных тканей на пси-воздействия. Для этого достаточно базового обследования. Так. Судя по всему, с головой у вас всё в порядке. Нет-нет, я хочу лишь сказать, что вы способны выдержать достаточно интенсивное пси-излучение. При этом остаться в сознании и не потерять способность к логическому мышлению. Что вы сделаете? Ну ладно. Это хорошо. Ну ты покемон. Тополь. Здорово, Тополю. Ты Тополю. Привет. 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 Мне говорили записку не отдавать. Зам поезд с нами в Припять. Ммм. Что я подниму? 90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90. Ужас какой. Привет. Здоров. Пока. А кто из вас Тополев? А, снаружи. Записку отдать военному или нет? Кто-то... Я не знаю. Надо подумать. Ага. Так это ты, значит, спец по норам. Ха. Ладно, ладно, не переживай. Ребята все толковые и надежные. С мутантами быстро разберутся. Узнать умное, где можно добыть артефакт. В смысле, я же прошел его. Так. Как? Готов выдвигаться? Готов. Готов идти к тоннелю, а? В любой момент, тогда выдвигаемся. Где я? А, ну, нормально. А я раз здесь не грохал в них всех? Ты оружие-то опусти, мужик. Так, и как насчет размяться? Ну, вот мы и на месте, как я понимаю. Ну что, приступим? Да, конечно. Вполне может быть контролер. Ой. А вот зомбиков-то я не ожидал здесь. Вот гранат бы набрать, вот, бюреры и, по-моему, контролеры против граната, с собой ничего не могут сделать. А, это было неожиданно. А я же здесь их убивал, по-моему. Гранаты нет. Ой-ой-ой. Ребята меня бьют. А, ну, хоть патрончики хорошие. Подоспели. А, дробь, люблю дробь. Пошли, пошли, пошли. Пошли. Чёрт, чё я сделал? Блин, я же в прошлый раз нормально проходил. Конечно, всё в порядке. Всего что умер. Прям вообще супер. А, этот аномалии показывает ещё. Вообще супер. Всё в порядке. Так, что это сейчас будет? Несколько тушканов. Какие тушканов? Чё-то как-то надо аккуратнее. Но оно не отмечено никак. На мозг прям давит жёстко. Есть чё? Чё? Опа. Капец чё-то было. Калаш целый? Целый. Чё, гранат ещё взял? Да, парочку гранат взял. Калаш. А это продадим. Изменённый инзолятор. Чё, чё, контролёр! Осторожно! Ай-яй-яй! Чё, 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 чё... Чё, чё? Чё, па-ки? Много дела. Где он бьёт-то? Собака. Простите, ребята. Я не хотел вас убивать. Ну, контролёр, дело такое. Либо я вас, либо он вас. Да, тяжёленькие энергетики эти. Патроны. Всех сталкеров замочила. Откуда он вообще взялся здесь? Твари. Тушка, ну что-то набежали откуда-то, непонятно откуда. Так, мне теперь опять надо прибежать сюда. Да. Вообще удобно, что вот этот артефакт показывает себе аномалии. Но он, по-моему, не самый лучший, да? Сварок. Ну-ка, давайте проверим, отобразит он или нет. Потому что я не помню, нужен здесь компас или нет. По-возможным, наоблакомпас дать. И вот им надо было туда отнести компас. Ну ладно, зафейлил, так зафейлил, что делать? И оттуда просто выпадет, по-моему, несколько бойцов. Надо же, не надо было. Чуваки, что у вас тут? Да ладно, все целое. Что у вас? Куда не пойди. Каждый раз возвращаешься на одно и то же место. Туман этот, чертов. Привыкнуть невозможно. Чебурной исчез и с концами. Странно. Может, нашел выход? В шестой день, вода вышла вся. А полковник свихнулся. Двоих расстреляло и себе пулю в лоб. Я теперь один. Один внутри этой толпаной анаварии. И дернуло же меня устроить обрыв связи со штабом. Могли бы забрать, а... Пенсия, дача, рыбалка... Не было бы никакого долга. А правда, интересно, как бы все повернулось. Только к черту. Капитан Таченко уже мертв и давно. А генерал Долго Таченко сейчас войдет. Скоро. Вернет тундру... Лоха! У места, у богатой птичью. Такая вот справедливость. Капец. Так, продать, продать. Пусть по чуть-чуть, но все равно копейка, рубль бережет. Все, нормально, чем я по патронам. 54 вполне, вполне, вполне. Мне даже деньги уже не нужны. Я их могу что-нибудь купить, но что, я не знаю. Мне нужны инструменты, я куплю экзоскелеты. Все вложу в лучшение. Ну, можно еще проверить, что он пособирает из вот этого. А сейчас стоит у меня рысь. Возможно, он соберет что-то лучше. Как ты думаешь, кого заинтересует правда основателей долга? Даже не знаю. Смотря на сколько как сильно ты... Правда отличается от того. Ладно. Что ты делаешь, брат? Тут весело бывает. Стоять твой клиент. Что это значит? О, может сейчас прогреть. Когда там самые редкие дорогие товары. В общем, выкладывай. Пока ничего не вижу. Так, это долг? Ну рассказывай. Ну рассказывай, я весь внимание. Ты долг? Легкой дороги. Кому отдать? Долгую? В общем, выкладывай. Свободнее. Ты по какому... Я на шоке по основанию долго интересуюсь. Ого. Ну, давай посмотрим. Так, ага. Вот как оно было. Думаю, всем подряд об этом знать не стоит. Оставим все как есть. Официальная версия возникновения долга вызывает меньше вопросов. Значит так. Я хочу купить какое-то. Возьми. О-хо-хо. Отлично. Вот компенсация. О-хо-хо-хо. До встречи, сталкер. Хорошо, но нафига? Ха-юшки. Нафига, козе, баян. Это меня даже не ранили особо. Бай! Сбагрить куда или продать? Вот в чем вопрос. О-хо-хо-хо. Вы что, издеваетесь? Комбинезон ветер. Четыре килограмма. А для чего? Ладно, я пока поскидываю. Продавать пока не буду. Жалко. Блин, класс. Комбинезон ветер. Предельно облегченный костюм сталкер. Произведенный ремесленниками группировки свободы для пошива. Используется ткань, обработанная с составом горизонт, который значит повышать защитные свойства в условиях аномальной активности. Оснащен с встроенным бронежилетом. Он, конечно, похуже моего будет. На данный момент. Но у него все защиты, да, есть? Нет. Не, ну если она улучшает, наверное, будет получше. Ну, блин, у меня здесь улучшено все. Ладно. Мы становимся все популярнее, популярнее. Этого надо что-то найти, и нам нужно сюда. Пойдем туда. А, вертолет последний расследует. Обижать подолго. Кто-то где-то стреляет. Чего еще стреляет? Зачем стреляет? Непонятно. Но мы знаем, что контролеру несколько пуль в лоб вплотную, и он труд. Кто-то меня палит. Кто-то где-то. Я даже не знаю, кто это. Что с тобой не так? Каждый раз палил мне без сил. Ну, пора двигать. Прикольно. То есть он из трех айтих слепил, а один большой. У меня теперь квест появился еще на первой локации. Ну, сбегаем. Че, куда нам спешить? Припять еще успеем попасть. Али, подожди, а че здесь? Бжи-бжи-бжи-бжи-бжи-бжи-бжи. Список заданий. Ломать мясо найти. Походу, я не все закончил. Надо к султану подвискать. Абломайся, жиробаси. Ну, как мы найдем инструменты, все равно туда приду еще. Ай-яй-яй. Ужас какой. Вот так вот белый гиппедик развалено. Неблагодарно это дело. Так, где-то здесь должен быть инструмент. Конечно, не обязательно найти, но главное найти один всего лишь. Это можно все не делать, просто немножко на историю рассказа вполне. Это так, ни на что больше. Так. Мне нужно сюда. Я зашел через КПК. Ага. Тоже вход есть. Смотрите-ка, да. Что это? Те же ничего нету. Где-то здесь, наверное, должно быть... Где-то, наверное, надо с этим ходить. Капец. Не, сталкер шарить, это прям вообще супер. Топчик. А выше тоже есть заход. Просто мне интересно. А тут закрыто, понятно. Ну да, если не шарить в сталкере, то это значит, ты зря в него играешь. В сталкере всегда нужно смотреть все эти закоулочки. Опа. Документы нашел. Папка с документами, в которой содержится сугубо административная информация, согласно последней в связи с приказом из Центральной Работы и технической документации. Всем рядом. По неким была передана воспитательный цех. А кто мне палит? Зря сюда палит, сталкер! Теперь ты труп! Ай-вай-вай. Кто вы? Кто вы, ребята? Не стоим на месте, не стоим! Ай! Наемники! В смысле, зря полез? Чё тебе за оружие там? Модифицированы. Нет, это уже поломано. Тот-то я продам в случае чего. Так, они, наверное, наверху. Серьезно, сюда полезся. Кто они вообще? Нет, выше нельзя. Ну, где-то еще пять человек шефт. Где и кто, неизвестно. Когда будет засада, неизвестно. Почему они до меня докопались, неизвестно. Они снизу. Хоть что-то нам стало известно. То есть, самый нижний этаж, еще пять человек. А чё они там делают дальше? Их не видно. Чё, что вы спиной стоите и стреляете? Да блин, что бы. Надо более аккуратно бить. Сейчас попробуем. Я надеюсь, охренился же рядом, да? Сейчас я пятерых завалю и закончу. Просто я не могу их оставлять. Беси, ты не мил. Нет, я молодец. Беси, ты... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не понимаю Где найти инструменты я тоже пока не понимаю Возможно я пробегаю Но здесь должны быть тоже легкие калибровки Или какие-то еще Я могу спуститься просто ниже и спрыгнуть И туда и убежать Но я бы хотел всех убить Чтобы узнать что происходит Ну что ж, всем хорошего настроения Всем до следующей серии Всем пока